Я вам говорила, что те самые красивые, аккуратные цветочки искусственные продаются. Смотрите, какая красота, да? Не знаю, вам тоже нравится так же, как мне очень естественно смотрится. Классные цвета, все аккуратно. Это опять фикс прайс. В общем, вышла с цветочками. Как с цветочками, с растениями. Время искусственных заполнений. Смотрите, какая прелесть. Мне кажется, что это тоже впишется в беседку. Сейчас посмотрим. Изменения, которые уже произошли. Раз, это крышечка, которую я наконец купила на Озоне, кстати. Здесь еще поставили фильтр, если вдруг кому-то нужно отфильтровать воду. Хотя у нас вода питьевая, она уже отфильтрованная. Плюс еще я сюда добавила наши вот эти сертификаты от Booking и от Яндекс. И вот это вот растение, мне кажется, здесь неплохо смотрится. Там поднос лежит. Ну, поднос у меня слева лежал, но кто-то положил туда, в принципе, как удобно. Мне кажется, вот сейчас уже как-то интереснее смотрится и сочетается. Прикольно. Немножко, конечно, маленький размер растения, но мне кажется, прикольно. Или вот на этот угол. Не знаю, честно говоря. Хочу сюда куда-нибудь разместить это растение, но не знаю, куда именно лучше. А может, между рамками? Вообще, у меня первая была идея между рамочками, но мне кажется, на верхней полке ее вообще не видно. А ну-ка. А нет, видно, слушайте. Давайте так оставим. Вот, да. Так, пришла принимать номер. И как раз в этом номере у нас нет, нет растения, декора, никаких, ничего нет на тумбочках. Поэтому мы сюда положим одно из наших растений. Я думаю, что сюда больше продаем. Вот это. Так, я думаю, что это лучше сюда поставить. Да, очень мило, классно. Так, так как этот номер попросторнее, поэтому тот маленький цветок поставим в другой номер. Классно. Вообще, конечно, вторую тумбочку тоже нужно что-то сделать со второй, но если это растение, то они должны быть одинаковые, я считаю, да? Два одинаковых растения с двух сторон. Либо тогда уже здесь что-нибудь другое, вот наподобие граната, который у нас есть в других номерах. То есть надо подумать, какой-нибудь сувенир, который будет либо цветным акцентом, а может быть, кстати, цвета вот чехла вот этого, либо красный, вот, например, да, который как тоже такой акцент, либо нейтрального цвета. Посмотрим. Вот и нашли место. О приятном поговорили. Теперь они очень приятны. Ну, так как я веду влог о наших буднях, обо всём, что происходит в гостиничных буднях, то я должна говорить ещё о плохом и о каких-то неудачах. И, кстати, в этом году что-то эта неудача очень-очень быстро наступила. Я поднялась вчера принимать номер, посмотреть, как всё убрано после отъезда. Начну с того, что молодой человек уехал раньше времени и даже не сказал, что уезжает. Раньше с утра уехал, а потом сказал, ой, извините, я забыл предупредить, я уехал. То есть он не дождался, чтобы я зашла в номер и приняла, да, ключ взяла. У меня, конечно, были мысли, что что-то не так, но, с другой стороны, это один мужчина, даже там без детей, не было этой толпы, бывает, да, что в одной комнате четверо. А тут один мужчина, и он умудрился делать вот так. Да, это изголовье кровати, это мы просто отодвинули. Изголовье кровати, представляете, как можно было вот так помять. Такого у нас никогда не было, это у нас крепкие кровати, довольно качественные. Вообще мы очень довольны, на самом деле, нашей мебели. Пусть и фокусировка у меня какая-то куда-то ушла. Секунду, да, очень довольна мебелью, и она нас не подводила. Только вот эти тумбочки, пару раз по двери, по-моему, в одном номере или в двух, вот эта ручка, она потрескалась. Но они вообще некачественные, сразу говорю. Но кровати, они нормальные кровати, крепкие. Ну, то есть я, тоже сфокусировка, из-за того, что все белое, они получат. Но я не представляю, как можно было ударить, чтобы вот такая вмятина была. В общем, да, и тут ничего не сделаешь. То есть, ну, ничего здесь нельзя делать. Я в своих мыслях все там продумывала, обдумывала, что бы я сделала, какая была вообще моя вина, что нужно было. Ну, нет, ничего я не могла сделать. Так как он уехал раньше, я же не могу караулить всех здесь, да. И даже если бы его там как каким-то образом вызвать, позвать там или как-то пожаловаться на него или что, никто не докажет. Ну, то есть, в общем-то, ладно, не будем сейчас углубляться в эти неприятные темы. Ну, случилось то, что случилось, и я уже всю ночь, значит, всю ночь я думала, как это можно исправить. Я вообще далека, конечно, от этих вещей, но были какие-то мысли, там, я не знаю, замазать, забить чем-то. Потом сверху придется, наверное, все красить, перекрашивать. В общем, было очень много таких мыслей. Возможно ли вообще это исправить или нет. И после всего этого, после этой ночи, я показываю человеку, который разбирается во всем этом. Он смотрит сзади, что здесь все целое. И говорит, я просто переверну его. Он говорит, я просто переверну изголовье. Так что оказалось, что вопрос решаемый. И не так все сложно, но, конечно, очень обидно. Так я бы не принимала своих костей. И вот представьте, как вот, если бы у меня завтра был заезд сразу в этот номер, что мне делать? Люди приходят, видят вот это. Ладно, в общем, и такое-то случается. Это обратная сторона всего приятного, что связано с нашим этим бизнесом. Кстати говоря, о приятной стороне мы же успели за мае получить много достаточно отзывов, но много по отношению к заездам. Да, уже успели получить, наверное, сколько... Ну, вы знаете, что люди вообще скупые на отзывы. И учитывая, что я не любитель просить, я вообще такой человек, я никогда не скажу, напишите, пожалуйста, отзыв там. Я считаю, что отзыв должен быть написан искренне, от души. То есть, если настолько человеку понравилось, что он готов еще и потратить свое время на отзыв, то замечательно. Я рада. И так и выходит. Вот знаете, в этом году уже май, да, я вот в мае первый раз принимаю гостей. А у нас уже четыре, получается, четыре отзыва, да. Хороших, таких довольно прям приятных. Вот это вот радует. Это говорит, что все не зря, что я реально получаю свои плоды. Это самое-самое такое ценное. Что еще хотела сказать насчет... А, насчет мая. И я до последнего еще сомневаюсь вообще, май, вот он того стоит или нет. Потому что очень такие цены, смешные, я бы сказала, очень смешные цены. В два раза меньше, чем в июне. И мы сейчас не говорим вообще ни о каком заработке. Это просто, просто такое, знаете, я это называю ознакомительная цель. Чтобы люди просто приехали, узнали, увидели вот так же, как и было. Ломали мебель. Вот это вот я не предусмотрела. Я думала, ну, приедут, увидят. Будет работать сарафанное радио. Это только плюс. А я в минус не уйду. Да, лишь бы уйти в ноль. То есть это зарплата горничная, это коммунальные услуги. Тем более, что в мае было холодно. Это кондиционер круглосуточно работающий. То есть все это, если мы учитываем, плюс там покупки какие-то по бытовой, химии и так далее, так далее. Плюс зарплата горничная получается у нас в принципе ноль. Вот так вот. Но, да, видите, есть при этом. То есть это ноль. То есть заработка нет. Но зато многие люди о нас узнали в хорошем смысле. И жаль, что вот это вот случилось. Три дня подряд, ну, грубо говоря. В общем, вы поняли. Но мы не унываем, продолжаем. Надеюсь, следующие выпуски будут уже о более приятных вещах. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова